Делегация из Карачаева Черкесии 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 Делегация из Карачаев Не нашли в фонде нужного издания? Ужигутинское районное учреждение культуры теперь подключено к Национальной электронной библиотеке, где имеется всё необходимое. А значит, долго ожидать исполнения заявки не придётся. Очевидно, что библиотеки должны меняться, что они должны быть интересными детям. И большой вопрос, как это сделать. Государство понимает, что прежде всего они должны быть яркими, интересными, с хорошей литературой, мебелью, хорошими пространствами, где ребёнок может проводить много времени помимо школы и дома. Но помимо того, что мы обновили здание, очень важно сейчас обновить и подход к работе, как библиотекарей, так и учителей, чтобы библиотека стала местом, где ребёнок проводит время с пользой. Чистые светлые помещения, удобная картотека, уютная, в чём-то даже домашняя обстановка и, разумеется, современные технологии, которые помогут получать новые знания, реализовать проекты и просто провести свободное время. Артур Мыхцы, Олег Малхожев, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево-Черкесия, Ужигута. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов обратился к жителям республики в День пожилых людей. По традиции, 1 октября мы чествуем наше старшее поколение, наших дорогих пенсионеров, ветеранов войны и труда. В нашей республике во все времена было и остаётся особенным отношением к старшим. Мы уважаем, бережём и следуем их традициям, передаём жизненный опыт и мудрость из поколения в поколение. Наши старшие всегда являются для нас примером мужества, силы, благородства, истинной любви к родной земле. Дорогие наши земляки, примите наше глубокое уважение и почтение. Спасибо вам за труд, за поддержку и за то, что вы рядом. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и долголетия. Пусть всегда вас окружает забота любящих друзей, детей и внуков, говорится в поздравлении главы республики. В Карачаевске чествовали первого чемпиона мира по вольной борьбе Исмаила Мусукаева. Он завоевал титул на недавно прошедшем в Белграде чемпионате мира. Бескомпромиссной борьбе одолел сильнейших соперников. Исмаил Мусукаев не оставил соперникам ни единого шанса. Победа на чемпионате мира принесла ему лицензию для участия в Олимпийских играх 24-го года в Париже. В его послужном списке титул чемпиона Европы, участие в Токийской Олимпиаде, а теперь и победа в турнире мирового уровня. Чемпиону на торжестве подарили ценные призы и денежные сертификаты. На этом чемпионате мира мне попалась самая сложная подгруппа из всех, которых можно было составить. Это самое сложное было у меня. Первая встреча была с казахом, молодым, перспективным. Дальше у меня следующий соперник ждал олимпийский чемпион, вот кому я проиграл как раз в Токио. В этот раз я его реваншировал, выиграл. Затем у меня был чемпион России, молодой парень, очень тоже перспективный парень, Шамиль Мамедов. Его тоже обыграл, выиграл. А дальше мой прошлогодний обидчик, кому я в прошлом году на чемпионате мира проиграл. На этот раз у него тоже взял реванш, я оказался лучше. И тем самым вышел в финал. А в финале меня ждал соперник из Пуэрта-Рика. Его я обошел со счетом 11-0 в сухую. И так я стал чемпионом мира. Было как бы много сложностей на пути к этому. Но на данном этапе я все-таки достиг своей цели. В 2023 году я стал чемпионом мира. Хвала Всевышним за это. И моя благодарность всем тем, кто здесь собрался, меня встретить. Большое им спасибо. Мне очень приятно. Большая помощь маленькому другу. Реабилитационный центр «Белый клык» для собак и кошек нуждается в поддержке. Хоть живут животные в комфортных условиях, но постояльцы приюта ждут своего нового хозяина. Ждут внимания неравнодушных людей. Репортаж Светланы Шагановой. Чуткие носики гостей чувствуют издалека. Своим лаем они приветствуют всех и радуются посетителям. Собачки заняли свои места в комфортных вольерах. Кто просто лежит на будке и молча наблюдает за происходящим. А другие, наоборот, очень активные, хотят внимания. На первый взгляд собачки шустрые и веселые. Позади у них горести и печали. Всем им пришлось пережить многое. В основном издевательства от людей. Их избивали, в них стреляли. Но они выжили благодаря добрым людям и попали в госпиталь «Белый клык». Анар Баширов подбирал их на улицах в бессознательном состоянии. Возил в клиники, где их долго лечили. А уже после привез сюда на реабилитацию. Помощь оказывается гражданами. Мы открываем благотворительные сборы. Но из-за того, что сейчас проблемы с социальными сетями, сборы упали. То есть очень сложно сейчас собрать на содержание животных. По пристройству животных сейчас очень все тихо. И животных не забирают. Животные поступают почти каждую неделю. Но не идет цикл того, чтобы животных забирали. По глазам собаки можно понять о ее судьбе. Очень непростое и жестокой. Содержать и лечить животных затратно. Цены на корма высокие. Да и услуги в ветклиниках не из дешевых. Выход один. С миру по нитке. Вот так и собирает Анар, чтобы прокормить своих питомцев и вылечить. Одна надежда на неравнодушных людей. Мы всегда рады принять помощь от горожан. Просим о помощи всегда людей. То есть помощь нам можно оказывать не только материальную. То есть люди могут сами приехать, посетить госпиталь, привезти корма, лекарства. То есть если дома есть даже какие-то ненужные ковры, простыни, одеяло. То есть мы всегда рады принять любую помощь. В реабилитационном центре на сегодняшний день более ста животных. Вот в таком уютном домике живут кошки. Похоже на коммунальную квартиру. Территорию не делят. Здесь все общее. У кошек тоже своя судьба. Кого-то просто выбросили с балкона. И вот такой милый белоснежный котик остался без глаз. В клетках сидят больные животные. Кто терпеливо переносит боль, а кто и жалуется на свои болезни, будто просит о помощи. У этого звонкого котика онкология, как, впрочем, и у многих. У них, как и у людей, разные характеры. И каждый занят своим делом. Котику, принимающему солнечные ванны, вообще не до гостей. Он наслаждается теплыми осенними деньками. Не все кошки больные. Многие ищут дом, заботливого хозяина. Все привиты и стерилизованы. В социальных сетях мы есть в Инстаграм, Телеграм, также в Ацап. У нас есть свой чат, то есть люди могут добавляться в нашу группу и там отслеживать судьбу наших животных. Скажи, пожалуйста, многие люди думают, что всех бездомных, всех больных, они могут сюда привезти и здесь их размещать. Так ли это? К большому сожалению, у нас не приют, а реабилитационный центр для тяжелобольных животных. В основном это собаки. То есть даже с этим названием мы сейчас не можем никого забрать, потому что мест, к сожалению, нет. И вот как-то так. И с содержанием все-таки проблемы. Да. И также с содержанием у нас очень большие проблемы, что питание, что лечение животных сейчас очень дорого. Если вы хотите друга, но не можете взять его домой, работает проект опеки. Можно просто приходить и опекать своего животного, кошку или собаку, кормить, возить в лечебницу, просто уделять внимание. И это идеальное решение многих проблем. Реабилитационный центр «Белый клык» не теряет надежды. Как и вот эти пушистые хвостики, которые протягивают свою лапу добрым людям и ищут друзей. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Впервые в Ногайском районе прошел этнофестиваль Ногайского чая. Автором и организатором проекта выступила ГТРК Карачаево-Черкесия. Аул «Адиль Халк» на один день стал колоритной национальной площадкой с различными угощениями. Но главное блюдо на столе – Ногайский чай с баурсаками. Гости фестиваля охотно дегустировали домашнюю выпечку, мед, сыр и многие яства. В рамках фестиваля состоялась презентация портала народного писателя Карачаево-Черкесии из Сыкопаева «Ногайский дом». Праздник украсили выступления творческих коллективов нашей республики Ставропольского края и Дагестана. Также наградили почетных гостей фестиваля. Хочу выразить искреннюю благодарность депутату Краевой думы Ставропольского края за Урбеку Шатуючу Щерпееву, за оказанную помощь в проведении данного фестиваля. Также хочу от всей души поблагодарить руководство администрации Ногайского муниципального района Карачаева-Черкесии, в лице Мурата Азамата Хапиштова, заместителей всех сотрудников отдела культуры, отдела образования Ногайского района, директоров домов культуры. Сейчас хочу выразить огромную благодарность участникам конкурса по приготовлению Ногайского чая и в рамках Ногайского чая всех блюд Кавказской кухни. Вот сегодня видели, на этих столах были представлены ярко, колоритно все блюда наших народов. Я думаю, что в дальнейшем вот этот фестиваль будет проводиться во всех регионах компактного проживания Ногайцев и в последующем вольется большой фестиваль Кавказской кухни. В республиканской филармонии прошел концерт, посвященный Дню воссоединения России с Донбассом, Луганской народной республикой, а также Запорожьем и Херсонской областью. Перед зрителями с песнями на языках народов Карачева-Черкесии выступили известные певцы и творческие коллективы, поддержав таким способом решение президента страны о новой дате в отечественном календаре и желание жителей новых российских регионов быть частью единого государства. ПЕСНЯ Важно сказать, что они нам тоже так же близки, это наши друзья, товарищи, братья. Как поддержать предпринимателей и инвестиции – отличный вариант для решения этого вопроса. В этих целях была создана рабочая группа Минэкономразвития России. Чтобы дать оценку для инвестиционного потенциала республики, была организована ознакомительная экскурсия с рядом производств. В ней приняла участие Альбина Ламкова. Какие шаги были предприняты в осуществлении планов по восстановлению и развитию предприятий, смотрите в специальном репортаже, а наш выпуск завершен.